Молодежь за дружбу, открытое сотрудничество и толерантность. В центре при Иртыши в эти минуты начинает работу пятый молодежный этнокультурный форум приграничного сотрудничества berlek.kz. Представители поколения Next из разных стран собрались вместе в Павлодаре, чтобы обсудить новые перспективы и горизонты сотрудничества. Юбилейный форум его организаторы посвятили Году Ассамблеи Народа Казахстана. На прямую связь из Павлодара сейчас выходит Салават Семирбулатулла. Салават, здравствуйте. Что интересного происходит у вас? Спасибо, Владислав. Здравствуйте. Начну с того, что международная молодежная диалоговая площадка berlek.kz. Она традиционно проводится ежегодно, но юбилейный форум. Пятый юбилейный форум побил все рекорды как по количеству участников, так и по географии представленных делегаций. Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Польша, Германия, Южная Корея. Всего около 200 участников. Здесь собралась самая активная, креативная и талантливая молодежь. Программа форума очень насыщенная. Сегодня рано утром ребята возложили цветы к обелиску славы. Всего из Павлодарского приоритыша. По последним уточненным данным на фронт ушли свыше 46 тысяч человек. Из них больше половины не вернулись. Ребята почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем участники форума приняли участие в пешем шествии. Колонна прошла от Вечного огня до Дома дружбы. Возглавила колонну конница. Это семь наездников в национальных костюмах семи стран, участниц сегодняшнего форума. Уже затем здесь у Дома дружба всех делегатов встретили активисты молодежных центров Ассамблей народа Казахстана по Павлодарской области. Всего в Павлодарском приоритыше работает 23 этнокультурных объединения. И при каждом из них активно действуют свои молодежные центры. Рядом со мной сейчас находится главный эксперт департамента по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Казахстан Динара Бабива. Динара, еще раз добрый день. Скажите, пожалуйста, чем живет сегодня молодежь Казахстана, как налажено международное сотрудничество, насколько важно проведение подобного рода форумов? Здравствуйте. В настоящее время в Казахстане проживает больше 4 миллионов молодежи. И, конечно же, международное сотрудничество для этого очень играет большую роль. Наша молодежь получила возможность обучаться за рубежом. Но, кроме того, самым главным является то, что иностранные студенты приезжают в Казахстан для получения образования в наших вузах. Проведение подобных форумов играет очень огромную роль для нашей молодежи, так как молодежь имеет возможность у нас изучать культуру других стран, смотреть, как другие страны проводят различные международные мероприятия. И, конечно же, это дает очень большой позитив для них. Что ждете от сегодняшнего форума? Сегодняшний форум даст нашей молодежи узнать, чем живет же другая молодежь, изучить ее культуру. Потому что в сегодняшнем форуме приехали участники, как вы уже сказали, не только приграничные, но также и зарубежные, и дальнего зарубежья, Германия, Корея. И, конечно же, узнать, что они думают про нашу страну, это тоже большая очень такая наша задача. Спасибо. Желаю успехов форуму. Ну, а мы продолжаем форум. Берлик Единственной КЗС, как мы уже отметили, посвящен году Ассамблеи. Поэтому большинство тем, докладов и выступлений посвящены именно теме толерантности, распространению казахстанской модели межэтнического согласия, международного сотрудничества, развития деловых, дружественных связей в молодежной среде в приграничных регионах, а также уважительного воспитания, воспитания уважительного отношения к духовным, культурным ценностям других народов. Форум продолжает свою работу. Впереди еще пленарные заседания и подписание соглашения между международными организациями, международными организациями, молодежными организациями различных стран. Владислав. Спасибо, Салават. Я напомню о международном молодежном форуме. Нам рассказал наш собственный корреспондент Салават Тимирбулатулла.